Хотел бы, с переводчиком, антураж, потом, да? Хорошо. Аж ты кажа краткую слово сега, приди песен-то. Я верю в то, что у нас особенная церковь. И веруем в твачье, имамы особенная церковь. Здесь особенное присутствие. И имамы особенное присутствие тут. Отличительная черта сегодняшней церкви нашей. И отличительная характеристика нашей церкви, днеска, то, что здесь собирается много наций. У нас церковь так и называется. Интернациональная церковь. На скале. Скала это наш Господь Иисус Христос. И две нации, я хочу отметить сегодня. Которые сейчас стоят как бы на передовой. Так получилось. Это русские и украинцы. Для меня это особенные нации. Я люблю и русских, и люблю и украинцев. И, конечно, это страшная боль. И твоя страшная боль. И я хотел бы сказать, что в нашей церкви есть русские. И бихи сказал докажет, что в нашей церкви има и руснации. Граждане России. Есть и украинцы. Граждане Украины. Граждане на Украине. И для меня это особенная честь. И за меня твоя особенная честь. Быть в церкви. Где вот в такое страшное время. Где-то в такое страшное время. И русские и украинцы вместе. И руснадцатые украинцы со заедно. Я беру. Вчера приехала наша сестра Гульшара. Которая осталась вместе со своим супругом. Вместо нас в Казахстане. Коя-то вместо нас. И установила в Казахстан со своей супругой. И она спросила у нас. Вы знаете, кто такие миротворцы? Вот кем наречены миротворцы? Они Иисус Сыны Божьи. Вы знаете, почему они Сыны Божьи? Потому что только во Христе Иисусе Сыне Божьем воссоединились. Вот только Иисус Христос так может. Иисус Христос может в самом себе объединить Отца и Сына и всех нас во Святом Духе. Это знаменита 17 глава Евангелия Теана. Това известна 17 глава от Евангелието на Иоанн. Това е молитва на Първо Священника. Где Он говорит, я и Отец это одно. И вы в нас да будете едины. И вы знаете, написано во Христе Иисусе уже нет. Вот нет уже Иудея, нет. Нет Елина. Нет язычников. Нет русских. Нет украинцев. Нет мужеского пола. И женского. Так написано? Так написано. Это Слово Божие. Мы во Христе одно единое целое. И для меня великая честь. И за меня това е голяма честь. Я знаю, что русские и украинцы могут быть вместе сейчас. Знаем, че украинците и руснаците могут заедно быть сега. Вот здесь на этом месте. Тук. Потому что здесь Иисус сейчас. За что-то тук сега Иисус с нас. Это можно только благодаря Ему. И само благодарение на Него может да се успитува. Потому что сегодня во многие церкви русские не ходят. Много церкви не ги посещают. Потому что говорят, там украинцы. не ходят на церкви за что-то там с руснаците. А в другие церкви украинцы не ходят. А в другите не ходят украинцы за что-то там с руснаците. Потому что говорят, там русские есть. Вот пусть в нашей церкви такого не будет. Наоборот, мы будем стремиться в нашу церковь. И ще се стремим в нашу церковь. Потому что у нас есть Словознание. За что-то имаме Словознание. И мы будем говорить так. Там точно есть Иисус. И ще казаме, там точно има Иисус. Но вот там точно есть Иисус. И там сошто има Иисус. Славит нашего Господа. Вместе с болгарами. Вместе с корейцами. Вместе с казахами. Вместе с другими нациями. Мы все вместе. Скажем на это аминь. Слава Богу. Слава нашему Господу. Вы знаете, мы недавно прочитали книгу с Натальей. Которая так называется. Как пасти лошадей. Пусть никто сегодня не обидится. Потому что в этой песне будет такая легкая степень иронии. В этой книге описывается, что в церкви. Есть не только овцы. Есть не только пастырь. Но бывает так, что в церкви есть кони. Но по някому в церкви има кони. И кони это прообраз таких, знаете, Иногда непокорных. Очень свободолюбивых. Непослушных. Но это только одна сторона. А с другой стороны это очень сильные. А от друга страна те са много сильные. Это очень таки иногда, ну, небедные люди. Небедни хора. Как правило, это бизнесмены. Бизнесмени. Менеджеры первого звена. Менеджери на первото звено. Это айтишники. Которые могут зарабатывать деньги независимо от места. И когда мы проанализировали нашу церковь по месту. И когда мы проанализировали нашу церковь по месту. С Наташей. Мы поняли. Что наша церковь в основном состоит из лошадей. Примите сегодня это как немножко такая полушуточная песня. Хотя она очень серьезная песня. Но та же песня серьезная. Я хотел сегодня исполнить песню про коней. Есть когда исполнил песню, кто за коней. Вот. Я поднял вот так репертуар. И я спугал на свой репертуар. И вот моя первая песня. Она сейчас немножко так прозвучит. И твоя первая песня. Так как эта песня исполняется в таком стиле цыганского романса. Поэтому на мне должно быть много золота. Я сегодня все кольца свои одел. И мы потихонечку начнем. Это грубо. Дуль обрыва Понад пропастью По самому По краю Я коней своих Нагайкою Стегаю Погоняю Что-то воздуху мне мало Ветер пью Туман глотаю Чую с гибельным Восторгом Пропадаю 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 Чуть помедленнее Коней Чуть помедленнее Вы тугую Не слушайте Влечь Ну что-то коней Мне попались Привередливые Я пожить Не успел Мне попеть И успеть Я коней напою Я Влет допою Хоть немного Еще Постою На краю Я Коней Святым Духом Напою Я Коней Божьим словом Накормлю Хоть Немного Еще Попою Немного Много Немного Я Комендую Много Я Попаю Немного Я Немного Гет eu Вот это был небольшой такой момент Что-то тут происходит с гитарой Я немножко про тех коней, которые вот, ну, реально Это сейчас было не про нашу церковь Сразу такая коррекция Твоя коррекция Ну, бывает так, что вот в последнее время Как в церковь не приходишь, что кому-то сейчас что-то не нравится Все что-то не так как-то Ну, вот как с Израилем когда-то, который шел в обитованную землю И они уже привыкли ко всем чудесам И все им что-то не так Что мяса не хватает Манна уже надоела Воды нет в пустыне Вот сегодня я хочу спеть про наших коней Вы знаете, на самом деле эта песня пророческая Она когда-то, вот которую я сейчас буду петь Она когда-то сыграла на нашу церковь колоссальную роль Значение Эта песня тоже про коней Вот, и эта песня, она про Иисуса Христа Про невесту Христова Как она ждет своего жениха И вы знаете, там кони какую функцию выполняют Вот, если привередливые кони тащат всю церковь к пропасти К коней, които се упакват, те Дрбат церквата к пропасти То господни лошади, да? Но божиите коней Корейские такие лошадки, да? Корейските коней Болгарские мустанги Вот один конь у нас с Молдова прискакал Имаме один конь от Молдова Вот, есть русские такие тяжеловесы, да? Има и русские кони И, конечно, есть такие красивые украинские скакуны Има и красивые украинские кони И вот божьи коняшки, они несут колесницу в небо И божьите коней те носят колесницата в небе Так кто когда-то был вознесен? Как когда-то некогда был вознесен Пророк Илия И вот сегодня я прав от этих лошадей И днеска говоря точно за тези коней Вот если у нас в церковь в основном это кони, лошади Ако церпата ни состои от коней, богословени И виждам такова картина Че вече имаме няколко пастори в нашу церковь И мы на таких хороших таких скакунах И имаме много коней Мы так вращаемся вокруг свои паслы Ограждаем своих овечек От нападок волков От всяких ересей, лжеучений Чтобы никакая овечка не погибла, не убежала И постепенно мы ведем Божье стадо, да, Божье пасство Прямо в небеса к нашему Господу Послушайте очень внимательно смысл этой песни На самом деле он колоссальный Поэтому песня про нас Я верю, что рано или поздно мы попадем на небеса Потому что верим в Иисуса Христа И на небесах будет намного лучше, чем здесь Но я верю, что мы будем там на небесах вспоминать нашу церковь Маленькую семейную домашнюю церковь В которой было много Иисуса Христа И которая объединяла нас так сильно, насколько это только может наш Господь Иисус Христа Платье белое Платье белое Ох, и надела К жениху Христу Полетела Платье белое Беспорочное Надевала Во время урочное Платье белое Платье белое И кони, кони Не сорвать печать, а только ждет жених Радость не отнять запечатана Не сорвать печать, а только ждет жених Радость не отнять Кони, 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 золотые, ривы Колесницы прямо в небо, прямо в небо Колесницы, кони, кони, кони Унесут меня отсюда Боже, 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 я так верю А как встречу с Ним Посмотрю в глаза Иисусу Христу Расскажу Ему, как Ему ждала Слезы капали Ой, да не всегда легко А только радости не увидеть Дно, слезы капали Ой, да не всегда легко А только радости не увидеть Дно Кони, 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 кони Золотые, ривы, ривы Колесницы прямо в небо, прямо в небо Колесницы, кони, кони, кони Унесут меня отсюда Боже, 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 Боже Я так верю в это чудо Кони, кони, кони Унесут меня отсюда Боже, Боже, Боже Я так верю Я так верю Спасибо Благодаря многому Дякую Спасибо Спасибо Спасибо